Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – животные живого уголка. Добрый день, ребята! Сегодня мы будем говорить о животных, которые живут рядом с нами, в наших домах, для которых люди отвели специальное место в своей квартире. Это место – живой уголок. Человек заводит домашних животных для того, чтобы изучать их, наблюдать за ними, общаться со своими любимцами. Животные, которые живут в живом уголке, радуют глаз, создают хорошее настроение, оживляют дом и влияют на здоровье человека. Самыми распространёнными жителями живого уголка являются аквариумные рыбки. Аквариумные рыбки отличаются причудливой формой тела, маленькими размерами и яркой экзотической окраской. Родина большинства аквариумных рыбок – жаркие страны, поэтому у нас они могут жить только в тёплых помещениях, то есть в аквариуме. Существует много разновидностей аквариумных рыбок. Самая распространённая рыбка – гуппи. Она не откладывает икру, как все другие рыбки. Примерно раз в месяц у неё рождаются живые мальки. Как только брюшко у рыбки становится широким и толстым, её отсаживают в отдельную банку, иначе взрослые рыбки могут поесть родившихся мальков. Как только мальки появляются, самку пересаживают обратно в аквариум, а через недельку-другую в аквариум пересаживают и подросших мальков. Сомики – очень большая группа аквариумных рыб. Сомики имеют особенное строение. Тело их голое, без чешуи или покрыто костными пластинками. Несколько пар усов являются визитной карточкой этой группы рыб. У многих видов имеется жировой плавник. Сомики бывают огромными и крошечными, мирными и хищными, способны жить в разных условиях. Часто сомики в аквариуме играют роль санитаров, которые со дна подбирают различные остатки. Очень важным фактором для содержания и разведения аквариумных рыбок является их совместимость друг с другом. Во-первых, особое внимание необходимо обратить на размер рыб. Не нужно помещать в один аквариум мелкие и крупные породы, поскольку это может привести к полному или частичному истреблению мелких особей. Во-вторых, рыб, которые по своей природе являются хищниками, не стоит содержать с другими видами. В-третьих, важно учитывать темперамент рыбок, поскольку попытка совместить шустрых, подвижных и спокойных, медлительных, может привести к нежелательным последствиям. Еще надо выбрать правильно аквариум и приспособление к нему. Светильник, потому что рыбкам нужен свет. Фильтр для очистки воды. Компрессор, чтобы снабдить рыбок кислородом. Нагреватель, чтобы поддерживать температуру на определенном уровне. Также нужен грунт и водоросли. Необходимо покупать в зоомагазине специальный корм для рыбок и кормить их в одно и то же время. Еще одни любимцы живого уголка — морские свинки. Морская свинка никакого отношения к воде не имеет. Морской она стала потому, что привезли ее из Америки, то есть из-за моря. А свинкой ее зовут не за схожесть со свиньей или кабаном. Просто этот зверек иногда издает хрюкающие звуки, совсем как его большая тезка. Простота содержания морских свинок является одной из причин их популярности в качестве домашних животных. Так как морские свинки в природе живут стаями, рекомендуется завести одновременно несколько животных. В природе при возникновении опасности морские свинки обращаются в бегство и живут в норах, поэтому им необходимо убежище, в которое они могли бы прятаться. Кормить морских свинок нужно в строго определенное время — два-три раза в день. Лучший корм для морских свинок — это пшеничные отруби, овес, морковь и зеленый корм — сено. Еще одни любимцы детей и взрослых — хомячки. Хомячки не требуют особой заботы. Содержать этих животных дома просто. Они не доставляют своим хозяевам лишних хлопот. Хомячки — ночные животные и любят повозиться по ночам. Они очень любят играть, поэтому им нужно покупать игрушки. Хомячки хорошо питаются, значит, им надо много двигаться. Тут на помощь придет колесо или прогулочный шар для грызунов. В дикой природе хомячки бродят в поисках пропитания и тратят энергию. У вас дома еда сама приходит к животному. Бег по кругу поможет избавиться от лишних граммов на его талии. Основной рацион питания хомячков составляет зерновая смесь. Хомячки очень плодовиты. Если вы обзавелись парой, ждите потомства. Особый уход за хомячатами не нужен. Хомячиха сама прекрасно справляется с уходом за потомством. Самыми распространенными пернатами живого уголка можно назвать канареек и попугаев. Канарейка чаще всего встречается желтого цвета. Однако сегодня имеется множество очень разных цветов оперения. Белого, красного, коричневого, светло-коричневого цвета. Прежде чем завести канарейку, необходимо уделить внимание благоустройству клетки. Она должна быть исключительно прямоугольной формы. В такой клетке канарейка сможет спокойно перелетать с жердочки на жердочку. Располагать клетку следует в спокойном месте и с приглушенным освещением, вдали от детей и домашних животных. Для питания канарейки понадобятся три кормушки для мягкого, зернового и минерального корма. Необходимо обеспечить канарейку достаточным количеством витаминов. Угощайте птицу три раза в неделю тертой морковью, зеленью и яблоками. Попугаев называют пернатыми обезьянами. Попугаи — очень умные птицы. Они способны лазать по клетке или деревьям, прикрепляясь к ним не только сильными лапами, но и клювом. Конечности у крылатых мартышек — короткие, но сильные. У попугаев нет рук, зато есть чудесные ноги, которые успешно выполняют их функции. Дружелюбный попугай, который не чает души в хозяине, может подолгу бережно перебирать волосы на макушке своего двуногого покровителя, а обиженный питомец может клюнуть человека так, что мало не покажется. Попугаев содержат в клетках. Клетка должна иметь выдвижное дно, жердочки, кормушку, поилку. Чистить клетку следует как можно чаще, потому что чистота в клетке — залог здоровья попугаев. Люди заводят множество домашних любимцев. Однако первое, о чем мы должны помнить, заводя животное, — что мы берем на себя полную ответственность за него. Нельзя только играть и развлекаться с ним, надо ежедневно ухаживать за своим питомцем. Для каждого животного существуют свои правила ухода, и прежде чем завести себе друга, нужно узнать все его повадки, характер, правила ухода и кормления. Надо хорошо подумать, а готовы ли мы взять на себя такую ответственность. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok